Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. Сегодня мы поговорим с вами о съеме томатов, урожая томатов, как это лучше сделать, когда это лучше сделать и как лучше организовать хранение плодов. Первое, на чем хочу остановиться, в какой стадии спелости лучше снимать томаты. Это могут быть зеленые томаты, это могут быть белые томаты, это могут быть бурые томаты, это могут быть полностью выспившие томаты. Здесь мы должны поговорить о компромиссе. Компромиссе, связанном с улучшением назаривания и налива томатов, находящихся на более высоких кистях. Дело в том, что оставление вот таких вот томатов, даже бурых, на полное дозаривание значительной степени задерживает налив плодов, находящихся на более высоких кистях. И, конечно, нам хочется ускорить этот налив, не тормозить слишком сильно развитие томатных растений и до наступления фитофторных времен или заморозков, еще собрать этот потенциал урожайности, забрать его из теплицы. Поэтому многие убирают томаты еще, ну, не зелеными, но уже в состоянии такой белой спелости. На самом деле, чем раньше вы соберете томаты, тем, конечно, лучше будут назариваться верхние кисти, но тем хуже будет вкус самих томатов. Самые вкусные томаты, это томаты, полностью созревшие на веточках. Это само собой. Но на самом деле компромисс здесь может быть достигнут. Можно убрать бурые томаты, то есть томаты, которые уже начали набирать цвет. Считается, что по вкусу разница между томатами, снятыми в стадии полной спелости и в стадии вот этой бурой спелости. Она не так велика, если эти томаты дозариваются правильно и дозариваются там, ну, все как положено, чтобы они дозаривали. Значит, так правильно снимать томаты. Вот вопрос, да, интересный. Снимать их с плодоножкой вот этой вот, с хвостиком или снимать их без хвостика? Ну, на самом деле, как вы их будете снимать, все равно, в какой-то степени может так отломаться само, ну, специально отламывать или отрезать ножницами этот хвостик не обязательно. Он может оставаться на веточке. От этого, как говорится, ни холодно, ни жарко, ну, не страшно, да, пусть он там остается. Здесь, если особенно нормально снимается плод без плодоножки, то это вообще абсолютно нормальная ситуация. И лучше снимать, а во всяком случае, оставлять его без плодоножки. Даже если он с плодоножкой снялся, то эту плодоножку лучше всего удалить. Почему ее лучше удалить? Потому что она является, может являться при хранении источником инфекции, а хранимый для дозаривания в первую очередь. Поэтому лучше в ней кистевые и лучше без плодоножки. А как лучше хранить томаты? Вот укладывать их вот вот этой вот пипкой, да, плодоножкой, вот этой бывшим местом, где плодоножка крепилась вверх или вниз. Считается, что томаты гораздо лучше дозариваются и гораздо лучше хранятся, если мы их храним вот таким вот образом. То есть вверх вершиной, да, вот таким. Вот не так на подоконник, например, укладываем, а вот таким вот образом. Следующий вопрос. Где лучше хранить? На солнце их дозаривать или в темноте? На самом деле большой разницы нет. Вы можете дозаривать их на солнце, дозаривать в темноте. Но в отношении бурых томатов, если вы собираете томаты зеленые, то, конечно, дозаривать их лучше на свету. А вот бурые томаты, все равно, где дозаривать. То ли на свету, то ли в темноте. Поэтому можете смело укладывать в ящики какие-то. А какие? Пластиковые или картонные? Конечно, картонные лучше. Ведь это живое существо, оно дышит, и поэтому надо, чтобы влага там не накапливалась, влага отводилась. Соответственно, картонные ящики лучше всего. И так укладываем вот так вот вверх вершинкой и в какие-то картонные, например, ящики. Ну, можно корзины, еще что-то. Но ящики лучше. Почему? Потому что в процессе дозаривания плоды сами выделяют этилен и ускоряют собственное дозаривание. Поэтому, если вам хочется побыстрее дозарить эти томаты и употребить пищу в этом случае, конечно, вам стоит сделать картонную коробку, переложить ее слоями бумаги, уложить туда плоды и закрыть ее для того, чтобы этилен там накапливался. И вы можете даже подложить туда несколько спелых томатов, они этилены тут фугуют вообще с большой интенсивностью. И также при дозаривании отдельных томатов вы можете их не очень быстро оттуда убирать. Они будут способствовать дозариванию близлежащих томатов. Если же вы хотите, чтобы томаты эти полежали подольше, то непременно осматривайте ваши коробки, где вы дозариваете томаты или храните почаще и как можно быстрее доставайте томаты, которые уже пригодны в пищу. Что ж, вот такие простые правила помогут вам соблюсти компромисс между съемом томатов более ранним, сохранением их хорошего вкуса, если они будут так правильно дозариваться, и ускорением налива в более высоко лежащих кистей без слишком сильного торможения развития растений. Томата, которые в августе еще вовсю могут развиваться, еще у них есть потенциал даже для верхних кистей завязать там плоды и отдать. Ну конечно, если вы не будете забывать о подкормках, а об этом у нас очень много на канале. Что ж, оставайтесь с нами, подписывайтесь, до встречи!